Особое мнение на 101FM На рассмотрение Госдумы этот законопроект вынесен уже И он подразумевает, что за выражение неуважения государственной власти в интернете Будет накладываться штраф или 15 суток ареста То есть административное наказание Автор этого законопроекта члены Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клиша Средмила Бокова и депутат-единорос Дмитрий Вяткин И надо сказать, что эксперты законопроекта Клишеса оценивают как проходные практически все Читали ли вы этот законопроект, слышали ли про него и что вы про него думаете? Я думаю, название говорит само за себя Откровенно скажу, не читал Потому что в Государственную Думу вносится много законопроектов И наверняка этот тоже попадет на мой стол Но пока, видимо, только вынесен И обсуждение происходит пока еще без рассмотрения даже Совета То есть нет решения о рассмотрении в первом чтении Хотел бы о сути, о названии, в котором суть Я не представляю, как можно заставить кого-то уважать Ну то есть бояться, да, можно заставить А уважать вряд ли Но уважение, опять же, можно базировать на силе Но это все-таки скатывается в сторону боязни Заставить уважать нельзя Если уж есть инициатива заставить население уважать свою власть Ну, наверное, нужен какой-то альтернативный законопроект Или дополняющий, чтобы власть заставить уважать население Ну, тоже, наверное, важный аспект, да На работе власти Абсолютно, на мой взгляд, бредовая идея Уважать, не уважать, наверное, каждый решает для себя сам Оценивая работу власти Вот если власть работает так, что ее хочется уважать То никакой закон тут не нужен Если не работает, то никакой закон не поможет Когда Ельцин имел рейтинг поддержки 4% Да, в определенный момент, благодаря средствам массовой информации В 1996 году умудрились убедить население Что он будет вновь избранным президентом Но буквально в следующем году рейтинг снова опустился до 4% И уже даже телевизор не помогал Раз уж мы заговорили про рейтинги То созвучно абсолютно с этой темой Новое исследование Левада-центра Согласно которому большинство россиян выступают за распуск правительства 53% высказали свое недоверие правительству Российской Федерации Надо сказать, что этот показатель в 2016 году составлял 33% И большая прибавка была за последний месяц Несмотря на праздники Ну, видимо, вот авторы законопроекта, который мы только что обсуждали Решили, что внесением закона и его принятием решат эту проблему Мне кажется, нет А чего ждут руководители страны? То есть правительство или члены Совета Федерации и Государственной Думы Они, глядя в этот рейтинг, принимают решение, что нужно законодательно закрепить уважение населения к власти Запретить в неприличной форме явное неуважение И запретить не доверять правительству Чего добиваются? Ну, наверное, нужно посмотреть, а правильно ли мы все сделали в текущем году В прошедшем году я имею в виду Восемнадцатый год как год для оценок 33% нас не поддерживало, сейчас 53% Плюс 20% Стало нам не доверять Что мы такого наделали, что нам не доверяют? Вот, наверное, правильный формат Ну, пенсионная реформа, НДС Наверное, все сказывается на том, что рейтинг поддержки А мы сейчас говорим даже о неком антирейтинге Растет Выводы точно не в плоскости законодательных запретов Ну, надо сказать, что вот этот законопроект по оценке юристов Коснется не только СМИ, которые работают в интернете Но также коснется, если он будет введен и блогеров, и лидеров общественного мнения И рядовых граждан То есть, мало того, поскольку это административно Это в законе не указано, в законопроекте не указано Что такое явное неуважение к госвласти И интерпретировать можно как угодно Ну, я уже сказал, абсолютно не бред, на мой взгляд Да, кстати говоря, про уважение или неуважение к власти И про критику Потому что есть и другие высказывания по поводу этого законопроекта Есть высказывания, что надо оценивать действительно критику Как и вы говорите, Владимир, критику адекватно и на нее правильно реагировать Ну, вот, например, в нашем эфире на прошлой неделе Дмитрий Русских Он сказал, что самое лучшее, что делает власти для кировчан Это салют на 9 мая Вот это адекватная критика? Это, наверное, такая уже совсем критическая позиция Безусловно, есть вещи, которыми может похвастаться руководство области Руководство, возможно, страны Есть достижения, но и упущений масса Вот, с одной стороны, мы слышим о небывалом количестве построенных детских садов Но их действительно не строилось так много за последнее время Мы говорим про Кировскую область Но при этом их недостаточно И вот как оценивать работу власти? Да, действительно, сделали больше, чем, ну, если не за 10 предыдущих лет, то за 5 точно А сделали это за год Но при этом все еще недостаточно Говорить, что совсем не работали нельзя Сказать, что отработали на отлично, тоже нельзя Если темп продолжится, если у нас не будут больше митинговать родители, детей, кто не пошел в детский сад То тогда, наверное, отработали на отлично Пока этого нет Но сказать, что только салют, я бы тоже не взялся А что вы, как бы вы прокомментировали все-таки острую реакцию властей на критику в СМИ, например, да? Или в интернете Ну, что касается людей и их комментариев, это отдельная история Это личные там реакции, можно читать, можно не читать комментарии Но ведь очень часто и публично, в том числе и губернатор Кировской области Игорь Васильев И сети-менеджер Илья Шульгин говорят о том, что СМИ замечают только негатив Они только критикуют и ничего позитивного не пишут Или пишут мало Вот это адекватная реакция власти на то, что они читают СМИ или нет? На мой взгляд, когда человек идет во власть, он должен быть готовым к тому, что всегда Абсолютно всегда будут люди, которые будут недовольны его работой Это нормально, абсолютно нормально То есть, если к этому не готов, вообще руководить не нужно Или, ну, там, жесткий какой-то там авторитарный режим выстраивать Ну, наверное, там это все временно Поэтому к критике нужно быть готовыми Есть критика справедливая, есть несправедливая Если считаешь, что критика несправедливая Ну, наверное, ее в своей работе в меньшей степени нужно учитывать Если критика справедливая, мобилизуй ресурсы, работай лучше Говоря, что СМИ только критикуют Наверное, две составляющие коллеги хотят обозначить Что, во-первых, слишком мало позитивных новостей И могу сказать, что действительно хорошее сложнее заметить Особенно, когда вокруг много чего плохого И второй момент, когда критикуют несправедливо Ну, вот, в части несправедливые критики Уж вспомнил я отсутствие для некоторых людей мест в детских садах Ну, нельзя хвалить за семь построенных детских садов Когда твой ребенок в детский сад не пошел И эта критика справедливая Вот на мой взгляд Другое дело, что нет реакции от тех, кто в детский сад пошел А мог бы не пойти Вот это обидно Согласен Ну, тут надо, наверное, с населением проводить работу И воспитывать какое-то благодарное, может быть, подрастающее поколение Сходил в детский сад с бассейном Ну, вот Какое благодарное поколение 63% недовольны работой правительства Через 10 лет скажи спасибо Садик-то дали, тут бабахнула пенсионная реформа Это же в комплексе все, Светлана Да, когда, ну вот, сейчас уже там Ленивый только не пошутил про то, что у нас сейчас Девяток яиц появился вместо десятка, да И причем даже девяток подорожал все равно В сравнении с десятком Опаковка по три яйца появилась Это точно не то, за что будут люди благодарны Да, когда еще и вот так Можно спихнуть на производителя Но производитель тоже не дурак Он понимает, что потребитель не готов к такому резкому скачку Вот сейчас мы все ждем роста цен на бензин и дизельное Топливо в одном проценте точно не удержимся Да, там коллеги вот подсказывают, что мы уже не удержались Где-то подняли намного больше А впереди пассивная для аграриев Там традиционно растут цены на дизельное топливо и бензин Ну то есть где-то в середине весны, в конце весны Мы получим новый виток роста цен Наверняка Дай бог, чтобы я ошибался И какой будет процент поддержки или недовольства За что будут хвалить Да, с 53 до скольки мы вырастем Прервемся на полминуты У нас в студии Владимир Костин Мы говорим, это его особое мнение Мы продолжим через полминуты буквально Продолжаем разговор в программе «Особое мнение» Своё мнение сегодня высказывает вице-спикер законодательного собрания Кировской области Руководитель фракции ЛДПР Владимир Костин Ну, чтобы добавить ложку мёда в бочку дёгтя За что бы вы похвалили правительство Кировской области Или, например, сити-менеджера Или лично Васильева За семь детских садов стоит похвалить Безусловно Это достижение, которое Наверное, в ближайшие пару лет Способно решить Проблему с очерёдностью в детские сады Но вот пятёрку я здесь точно не поставлю Потому что есть люди, которые в детский сад не попали Причём есть семьи, в которых дети В три года и восемь месяцев И десять месяцев только пойдут в детский сад Это проблема Я всё-таки сторонник обозначить проблемы Потому что, знаете, когда вот у нас будет больше хорошего, чем плохого Тогда мы начнём хвалить Вот лично я тоже Нет системного подхода Всё-таки о проблемах, да? Нет системного подхода Мы не знаем, за счёт чего Кировская область будет развиваться Большая печаль лично у меня в том, что я не знаю, за счёт чего у нас страна будет развиваться Да, вот мы привыкли к тому, что этот год был трудный Следующий год, наверное, будет лучше Но он почему-то снова трудный А за счёт чего он будет лучше? Семёна Слепакова воспоминается, да? Новый год прошёл под символы этого гимна Творчество Семёна Слепакова — это срез настроения граждан Он не был бы популярен, если бы он не отражал как раз мысли людей За счёт чего мы будем жить лучше? За счёт того, что нефть вдруг подорожает, а если нет? То есть, если бы нам сказали, вы знаете, мы заживём хорошо тогда, когда нефть подорожает И правительство для этого делает и дальше список мер Или там, когда санкции отменят, и для этого тоже список мер Или когда импортозамещение заработает Ну, далее про список, да? Этого же нет То есть, есть у нас повышение НДС И то не факт, что заработает Хотя вот мы с вами не правительство, но понимаем, что, наверное, вот мимо, не туда Есть у нас там в целом порождённый вот этим, либо порождённый просто инфляцией Виток роста цен Есть повышение пенсионного возраста Но мы там деньги скорее экономим, а не зарабатываем Вот образец, вот образец СМИ критикуют, а тут приходят целые депутаты Целые заместители председателя ОЗС И тоже всё время критикуют Из трибуны ЗАГС-собрания, между прочим, тоже А мы же вас цитировать будем дальше С большим удовольствием Даже не так, с большим удовольствием Буду радоваться тому, что вы не будете меня цитировать Потому что критика будет отсутствовать И правительство будет работать хорошо Причём, ещё раз говорю, на уровне федерации В первую очередь Вот смотрите, какая история ещё Это, на самом деле, очень важный вопрос Потому что, конечно, СМИ влияют Безусловно, и интернет влияет И СМИ классические тоже влияют Вот на прошлой неделе обсуждали активно Решение Ильи Шельгина Отказаться от публикации И оплаты СМИ за публикации И радиоэфиры, и телевизионные эфиры О деятельности администрации города Кирова В пользу того, чтобы не отменять выплаты Как раз семьям На компенсации по детским садам И тоже вроде бы хорошо, с одной стороны Что приняли решение отказаться от компенсации Подумали, кстати, недолго И вернули эти компенсации обратно Отказались от публикации в СМИ Оценивайте, как хотите Мы не будем заказывать материалы Потому что заказные материалы Очевидно, да Они такие, каких хочет администрация Но всё равно вызвал критику Потому что заголовки вышли Там Шульгин решил отказаться от пиара Причём Шульгин Не администрации города Кирова А конкретно один человек Решение очень смелое И, ну вот, логика поступка Илья Вячеславович выбирал между тем Чтобы сохранить выплаты Причём я не уверен, что денег хватит На весь объём То есть ещё где-то, скорее всего, придётся Изыскивать Но средства массовой информации Представители СМИ Увидели ту строку, которую недополучат они Поэтому обозначили так остро Может быть, там какие-то другие Расходная часть бюджета Которая пострадала Они вот эти пункты не всплывали Смелый ход, почему? Потому что свобода сейчас Значит, мы ваши материалы публикать не будем Будем публиковать те материалы Которые считаем нужными То есть вот без оценок Сами как поняли Так и охарактеризовали В своих публикациях Понимал ли это, Илья Вячеславович? Безусловно, понимал И вот смелость лично у меня Как раз вызывает уважение Хотя я тоже не сторонник Чтобы совсем оставлять Средства массовой информации без бюджетов Но может это будет толчком Для менее объективных СМИ К объективности И к двум хвалебным материалам Давается один какой-то критичный Ну пускай с маленькой долей критики Но тем не менее Ведь важно, когда средства массовой информации И получая деньги Указывает на недостатки То есть огульная критика Это плохо Я сам не сторонник того Чтобы только критиковать И вот вы спросили За что можно похвалить За смелость Илью Вячеславовичу Точно можно похвалить Потому что остаться без финансирования Освещения собственной деятельности Это как раз возможность Получить только негатив Смело И перевесило как раз Обеспечение детей Вдвойне правильно То есть Илья Вячеславович Здесь молодец Владимир Костин Это его особое мнение Вы слушаете Ну вы сами затронули Тему Какого-то понятного Планового развития Экономики И социальной структуры Региона и страны Которая отсутствует Как вы сказали Поэтому люди плохо реагируют Они не видят перспективы позитивные Они видят только ужесточение Санкции внешние Внутренние Потому что то, что у нас Повышаются цены Повышаются налоги Закрываются рты Благодаря новым законопроектам Это точно нельзя назвать Наверное развитием И это точно не вызывает Позитивную реакцию Об этом свидетельствуют Опросы того же Левата-центра Но вот накануне Этого года Буквально в конце декабря Здесь у нас в студии был Александр Чурин Первый заместитель Правительства Кировской области И он тоже об этом говорил Он говорил, что нужно Заняться разработкой программы Планового развития Экономики Кировской области И он, как человек Который пришел из бизнеса Это рассматривает тоже Как бизнес-план В связи с этим Хотелось бы, чтобы вы Прокомментировали информацию Которую опубликовал Наблюдатель Вятский наблюдатель Он сказал Что по его От его источников Он получил Сведения Что грядет Административная реформа В правительстве Кировской области В чем она заключается Почему это может быть Интересно нашим слушателям Вот у нас есть губернатор Который сейчас выполняет И политические Административные функции И хозяйственные функции Потому что он также является Председателем правительства Кировской области Административная реформа Подразумевает Что будут разделены Эти обязанности И губернатор будет Выполнять политическую роль Административный ресурс Он будет использовать Потому что он у него есть Он это доказал Наверное Может быть вы опровергнете Мое высказывание Административный ресурс В Москве Имеется ввиду Безусловно о нем речь А хозяйственные функции Председателя правительства Кировской области Будет выполнять И тут прочит Александра Краснодаровича Чурина Слышали ли вы об этом Что вы думаете Вообще о необходимости Административной реформы Подобные слухи Не только на Вятском наблюдателе Публикуются Ходят Слухи ходят Я не знаю Насколько Правильно Вот это решение Но подобные Форматы работы Правительства Существуют В частности В Удмуртии Есть глава республики И представитель правительства То есть вот у соседей Вот так В части эффективности управления Наверняка губернатор Может быть вполне Председателем правительства И работать эффективно Наверняка Но Всегда есть особенность Во-первых Личностная особенность Во-вторых Региональная Если говорить Про нашего губернатора Игорь Владимирович К нам приехал Из другого региона И да Довольно долго Уже здесь работает И как раз Может быть От того Что он довольно долго Здесь работает Он понял Какая модель Наиболее эффективна Будет для него Если опять-таки Эти слухи Имеют какую-то основу Под собой Что касается Потенциального Председателя правительства Ну Этот человек должен Этот человек Должен разбираться Абсолютно во всем И в первую очередь На мой взгляд Как раз таки В экономике Потому что Если экономику Мы с колен Не поднимаем То о социалке Какой-то крепкой Думать просто Не приходится Ну давайте Мы не будем сейчас Реверансы Какие-то такие делать И ходить вокруг да около У нас есть две персоны Конкретные У нас есть Игорь Васильев Которого вы можете Уже ценить За два года работы И есть Александр Анатольевич Чурин Которого знаете Сто лет Еще больше Чем Игорь Васильев На самом деле К сожалению нет Не сто лет А надо бы Уже познакомиться Дай бог Так вот Если административная Реформа наступит Если мы получим И губернатор И представителя правительства То я лично Буду смотреть на дела Они на фамилии Вот как и сейчас Нет погодите Если семь детских садов Это хорошо У нас есть Чурин Человек Который вышел Сельмаша Человек Который уже Сколько Полтора года На этом месте У нас есть Васильев Который здесь Два с половиной года Есть две персоны Вот если они Разделят между собой Эти Свои полномочия Это будет Эффективная модель Не говорят Не говорят ни о ком другом А двух Мы можем только прогнозировать Хоть и говорят Прогноз Дело неблагодарное Но а как строить Опять же там Планы Без прогнозов Поэтому давайте Попрогнозируем Хорошо Александр Анатольевич Чурин Это человек Который не представляет Те элитарные группы О которых мы с вами Привыкли говорить Еще до назначения Игоря Владимировича Васильев Хат местный Ну как-то так То есть мы привыкли Говорить об одних людях А вот Чурин Как-то он все время Он не с ними Да Не фигурировал В сводках Вятского наблюдателя Например до сих пор А сейчас Вот Вроде бы как Прочат Должность Руководителя правительства Это неплохо Потому что Ну для того Чтобы уравновесить Так сказать Центр силы Чтобы не смещался В одну сторону Это было бы хорошо Потому что Наверняка Те политические центры Которые существуют Они не сильно потеряют Свои позиции Сохранят Но при этом Будут добавлять Те позиции Которые появятся У представителя правительства Кем бы ни был Да То есть Но мы сейчас говорим О конкретной фамилии О конкретном человеке Поэтому я не думаю Что это плохо Другое дело Вот насколько это оправдано Да Разделять функции Губернатора И представителя правительства Можно сказать Что это полная ерунда Вот абсолютно искренне говорю Мне важно понять Что на выходе То есть Если мы сейчас Получаем эту реформу И Ну например Губернатор говорит Мне так будет удобнее Опять же Больше бывает времени В Москве Выбивать те самые Миллиарды Которые потом Будет правительство Здесь распределять И делать это эффективно Глубоко Уходя в процессы Ну пускай Главное чтобы В Кировской области Процент удовлетворенных Работы И правительства Был выше Чем по стране Причем Дай бог Чтобы намного выше Абсолютно искренне Говорю То есть Пускай нами Управляет Любой человек С какой-то Внятной Понятной Идеологией На результат Это сказывается Положительно Мы довольны Что живем В Кировской области И слава богу Хоть у нас там Три губернатора Работят Смотрите Мы вернемся Сейчас у нас Остается одна минута До перерыва Вернемся К высказыванию Дмитрия Русских Который Заявил Что власти Для кировчан Что хорошее Делать лучшее Что лучшее Это салютно 9 мая Он же сказал Что большинство Большинство решений И кировские депутаты И чиновники Принимают в интересах Владельцев крупного бизнеса А не простых людей Вот мне бы хотелось Чтобы мы после перерыва Обсудили вот эту вот историю Вы сказали С одной стороны Что у нас есть Центр политической силы И экономической Мы знаем прекрасно Этих людей Которые на протяжении Десятилетий В Кирове Формировали экономическую Политическую политику Они ярко выступали Они пытались Импичмент губернатору Прошлому Объявить Они сейчас находятся Тоже во власти Они являются депутатами ОЗС И городской думы Их люди Находятся в правительстве И в городской думе И в администрации Эти фамилии Здесь звучат всегда И звучат всегда Окей Приходит Чурин Который не относится К этим Ну не объединениям А к этим людям Не относятся И не было замечено Раньше В каких-то Совместных действиях Возможно Ни политических Ни экономических Никаких Но остаются Все те же Депутаты Ваши коллеги В УЗС Все те же Депутаты В городской думе Может ли Административная Реформа Вот такая Что-то изменить Когда Вот как утверждает Дмитрий Русских Есть Лоббисты Сплошные лоббисты Среди депутатов Которые Собственно говоря Только Действуют В интересах Владельцев Крупного бизнеса А не людей Прервемся На полторы минуты Мы продолжаем Программу Особое мнение У микрофона Сегодня работает Светлана Занько Особое мнение Высказывает Вице-спикер Законодательного Собрания Кирской области Руководитель Фракции ЛДПР Владимир Костин Перед эфиром Я попросила Вас Как-то оценить Вот эту ситуацию Окей Там Административная Реформа Ну там Возможно Возглавит Правительство Человек Который Пришел из Бизнеса И заявляет Что нужно Выстраивать Какую-то Серьезную Стройную Прогнозируемую Систему Экономического Развития И социального Развития Области Он этим Собирается Заняться Например Губернатор Успешно Выбивает Деньги В московских Министерствах И мы видим Тому доказательства Дай бог Успешно Так будем Все-таки Формулировать Продолжит Успешно Выбивать Дай бог Да, кстати говоря А Дмитрий Русских заявляет Что Ничего не изменится Потому что В законодательных Органах И в парламентах Наших Заседают люди Которые лоббируют Интересы Крупного бизнеса А не простых людей Как это стыкуется? Очень просто стыкуется Раз Опять же Возвращаемся Да Если уж Левада Дает такие цифры Да То значит Ну Как минимум Они Не занижены Как максимум Еще все-таки Выше Если будет Конкуренция В парламенте Любого уровня От Госдумы До Каких-то Я не знаю Районных дум Это Только будет Во благо Населению Потому что Да, конечно же Бизнес Всегда пытается Повлиять на власть В том числе Назначая Ну Избирая Формально Своих представителей Законодательные органы Так вот Если конкуренция Будет Не только Межпартийная Оппозиция Слабо сейчас Представлена К сожалению В парламентах Но еще и Внутри партийная Внутри партии Большинства Это только Будет во благо Потому что Те самые Группы влияния О которых Вы говорите Если они будут Конкурировать Между собой Возникнет Некая напряженность И тогда Внося Например Какой-то Законопроект Который Отражает Интересы Населения Может быть Сами депутаты Которые Поработали В округе Депутаты От Единой Реси Решили Отменить Пенсионный Возраст Например Понизить Извините Понизить Пенсионный Возраст И Оппозиция Если Вот эту Историю Не проморгает Активно Включиться В вопрос Почему бы И не помечтать О том Что мы Какие-то Инициативы Протащим Вот именно Такие Которые Можно назвать Социальными Могу ли я Сделать вывод Что приход Чуриной В случае Административной Реформы На пост Председателя Правительства Кировской области Он как раз Вот эту Конкуренцию Спровоцирует Мы с вами Немножко Прогнозируем Будет ли это Чурин Непонятно Будет ли реформа Непонятно Но приход Чурина В качестве Главы Правительства Надежду На это По крайней мере Дает Давайте к нашим Кировским делам К нашим хозяйственным делам У нас мусорная реформа Вступила в действие У нас Снегопады Тут в среду Намечается Говорят Особенно Крупный Крупный Снегопад И у нас Продолжается Суд по делу О печном топливе Для автобусов От транспортного предприятия Я бы сейчас На каждый вопрос По три минуты Выделила Я понимаю Что каждый из них Требует очень большого Обсуждения Но хочу просто Услышать ваше мнение Так Экспресс Такой вопрос Приведем Большой Большой выпуск По итогам заседания Судебного очередного Сделал портал Свой Кировский Там допрашивали Дениса Черникова Мы сейчас говорим Об автотранспортном Предприятии И о тех чадящих пазиков Которые нас Травили Достаточно долгое время Я вот от себя Сейчас говорю Травили Потому что я лично Я лично От них страдала И могу так себе позволить Меня пока никто не оштрафует За критику И Значит Вот этот Денис Черников Который четверо свидетелей Называют фактическим Собладельцем компании Выигравших контракты На поставку топлива Он И те Кто давал показания Еще раз На этом суде Они говорили о том Что Говорили о том Что Подставщики топлива Дистиллята Они говорят Что это не топливо А дистиллят Похоже из Татарстана Заявляют Что директор АЗС Регион 1 Который поставлял топливо Автотранспортного предприятия Он прекрасно знал Что это топливо А эту марку Которую он закупает Не предназначен Для двигателей Первое Вадим Нелюбин Третий подсудимый В деле о печном топливе Объявленный в розыск Он говорил Что у него есть знакомый В администрации Упоминая В разговоре Депутата городской думы Конкретного Сергея Медовикова Он упоминал И говорил Что там есть Кто-то прикормленный В администрации Из-за чего И был заключен Контракт на поставку топлива Это рассказывали Допрашиваемые На суде Что он такое заявлял Какие выводы Можно Исходя из этих Показаний Сделать Здесь две составляющих На самом деле Светлана Первое Это коррупция Второе Это Тот факт Что в автотранспортном Предприятии Работают не только Автобусы Автотранспортного Предприятия В том числе Арендуемые автобусы По разным Схемам Это все делается Субподрядчики Назовем их так Так вот Субподрядчиков В принципе Никак нельзя заставить Заправляться Определенным видом Топлива То есть они Сами хозяйствующие Субъекты И заправляют Что хотят Это к вопросу О борьбе с Чаящими базиками То есть чтобы бороться За экологию Надо немножко Изменить подходы А вот чтобы бороться С коррупцией Нужно вот этот клубок Размотать до конца Потому что Ну ведь не бывает Дыма без огня И когда есть Подозрение на то Что заправляли Печным топливом И приводится Масса фактов Мы сейчас только Горим о том Чтобы объем Вот этих доказательств Достиг какой-то Критической массы Чтобы это все Вылилось в реальное Уголовное дело С реальными сроками Надеюсь что это случится Потому что Я не верю в то Что там Каким-то случайным образом Появилось какое-то Незначительное количество Какого-то там Печного топлива Тире десятилята Все это знаете Странные вещи Владимир Почему до сих пор Если вы говорите О коррупции Почему до сих пор Не привлечены Чиновники Из администрации Бывшие чиновники Как раз Видимо Объем Доказательств Недостаточен И Светлана У нас проблема В том числе Как раз В законодательстве И в работе Судебной системы В том что Мы порой Элементарные Очевидные вещи Доказать не можем А совсем Не очевидные вещи Доказываются На раз два И вот Мне кажется Здесь Ну нужно Правоохранительным Органам Показать всю свою мощь Должны Должны быть Привлечены Представители Виновные Давайте так Должны быть Привлечены Виновные Любые Представители Власти Это не иммунитет От уголовной Или административной Ответственности Вот виноват человек Пусть он отвечает Я уверен Что там Есть виновные В администрации Они работали В частной Какой-то компании Это вопрос второй Рискну предположить Что без Воли Руководителей На администрации Руководителей Города На такие решения Не могли быть приняты Они ездили В открытую Эти пазики И черные облака Они накрывали всех А власти При этом говорили Все в порядке Светлана Там ведь на самом деле Дело не только В печном топливе Там история про то Что человек Который работает В автотранспортном Предприятии Фактически Сотрудник Автотранспортного Предприятия Он имеет еще Несколько автобусов Которые работают По суп подряду Я уже говорил о том Что по моему В тринадцатом году Или в четырнадцатом Автотранспортное предприятие Закупает Пазовские колеса Причем В каком-то Гигантском количестве Пазовские колеса Наверняка Ставятся на автобус Марки ПАЗ Большинство Автобусов Автотранспортного Предприятия Это не ПАЗа Их по-моему Было четыре или восемь штук Зачем закупались Эти колеса Просто ответьте На этот вопрос И все И тогда наверное Или правоохранительные органы Просто задайте Этот вопрос И поймете Что ответа на него нет Это не говоря уже О печном топливе Там много всяких Таких интересных фактов Которые если Чуть-чуть покопать То Вы сами можете сказать Без того То есть Могли ли власти Не знать О том Что происходит в ЭТП Не могли По одной причине Если они не знали То это значит Власть у нас Крайне неэффективно работала И зачем нам такая власть При этом еще слепая и глухая Да Если знали Ну Коррупция налицо Сейчас вы видите Что все ПАЗики Ездят на чистом топливе Еще раз повторю Нет Потому что Во-первых Есть у нас автотранспортное предприятие Как подрядчик Есть еще два подрядчика Которые Ну собственно говоря Тоже Один из них полностью частный На чем ездят Неизвестно И На мой взгляд Чтобы Полностью решить проблему Нужно Либо переходить на Большего Класса экологичности Автотранспортное средство То есть там Евро 4 Евро 5 Либо переходить на газ Вот когда это будет Объявлено как тренд Тогда мы будем избавляться Кто должен объявить Об этом тренд Безусловно При следующем конкурсе Который кстати В 2019 году В конце будет объявлен Администрация Как мне кажется Должна прописывать Обязательные условия Депутаты это могут Сделать Депутаты могут Это контролировать Но Полномочия там У Министерства транспорта Как предложение Внести депутата Мы это уже предлагали Как предложение Это уже звучало Надеюсь Должностные лица Это услышали Да в конце концов Не обязательно депутатом быть Чтобы это озвучить То есть Когда общественность Просто обозначивает Что мы хотим экологичность Министерство должно подумать А это как Да Ну и наверняка подумает Зимнее содержание дорог Или Начало мусорной реформы Давайте начало Мусорной реформы Потому что 1 января Вы вышли во двор Я 31 декабря Вышел во двор И ужаснулся Потому что Контейнеры были битком Все вокруг контейнеров Было битком Думаю Началось 1 января Я вышел из дома Слава богу У меня не началось Потому что Все было вывезено Но Началось в других местах Вот Мне повезло У меня Контейнеры Все были вывезены А коллеги Сбрасывают фотографии Из районов области Где Кучи мусора Валяются прямо на снегу Вот В частности На Линск Вот есть фотография Где Такая изрядная горка мусора Их достаточно много Лежит Засыпаемая снежком А Как только Снежком присыпало хорошо Мы это увидим Только весной И вот эти все Подснежники Будут таять Плюсом ко всему Коллеги проезжали Ну так сказать На въездах На окраинах Кировской области В районах Которые граничат С другими Регионами Там вдоль трассы Можно наблюдать Кучу мусора Очевидно Что мусоровоз Просто уезжает Куда-то подальше И вдоль трассы Рассыпает весь этот мусор Говорить о борьбе За экологию При реализации Мусорной реформы Точно не приходится И собственно говоря Об этом говорили И многие депутаты Государственной думы Даже те кто Заголосовали Принятие закона Но правительство Настаивало Правительство Решило Что это Есть хорошо Хотя Вот те Даже не попытки А те Решения Которые Ну фактически Откатили нас назад По поправкам в закон Которые много что разрешали В том числе Тем регионам Которые регионального оператора Не выбрали назначать Регионального оператора Смысл реформы Окончательно потерялся И никому не понятно Зачем Все это надо было Зачем не понятно А оплата осталась То есть Мы не знаем Что мы получим взамен Заплатив те самые деньги Которые нам сейчас предлагают Даже не предлагают А обязывают Хороша ли реформа Нет Очевидно нет И вот Опять же Светлана Мы с вами В начале разговора Упомянули Что Ну как-то вот Социалку не поднять Без экономики И так далее А почему у нас реформы Только в социальной сфере происходят Почему мы Не реформируем Отношение к бизнесу Вообще Отношение государства К экономике Почему не реформируется Вот там нужно В первую очередь Проводить реформы Глобальные К чертовой матери Отменить НДС Да Это же Одна из экономических моделей Стимулировать Развитие бизнеса Рейтинг наверняка Все читали Минус тысяча предприятий В Кировской области Малых и средних За прошлый год Все Больше не надо комментировать То есть О какой социалке Мы говорим Это и занятость То есть У нас Фактически люди Неизвестно где работают Это и Опять же Средства которые В бюджет Не допоступили В виде налогов То есть Ну все Социалки нет Да Мы вынуждены Сейчас Закончить Сегодняшнюю программу Особое мнение О бизнесовую тему И развитие бизнеса В Кировской области Продолжим В рамках программы Разворот на бизнес Мы уже тут до эфира Договорились И я думаю Что мы пригласим Тогда Александра Анатольевича Чурина Выслушаем Что он думает По этому поводу И других заинтересованных лиц Спасибо Это было особое мнение Владимира Костина Вице-спикера Законодательного собрания Кировской области Руководителя фракции ЛДПР У микрофона работала Светлана Занько Всем хорошего дня Доброго дня Особое мнение На 101FM